Вы слушаете радио «Бухта свободных волн» и нашу программу «За шкалой», которая всё так же посвящается последним романтикам эфира и кому интересны истории радио, телевидения и не только. История новаторской лампы, разработанной Philips Research и ставший после «Магнетрона» самой важной лампой времён Второй мировой войны. Часть вторая. В первой части я рассказывал, что британские военные и командование задолго до начала Второй мировой войны смогли предвидеть ситуацию о том, что немецкие самолёты смогут долететь до Англии и бомбить её города. Развитие радиотехники подсказывало решение, как эти самолёты можно обнаружить с помощью радарных систем и высылать перехватчики им навстречу. Это был сверхсекретный проект, над которым работала небольшая группа людей, и положение разработки было достаточно шатким. Но благодаря первым опытным образцам удалось убедить командование, что такое возможно. В дальнейшем было построено не только большое количество радаров вдоль всего побережья, но и создана система, которая сводила все данные в один центр. Там их обрабатывали, и на большой карте, которая находилась на таком большом столе, расставлялись фигурки самолётов и отслеживалось их передвижение. По этим данным принималось решение, кому и куда лететь на перехват. Система работала отлично, но возникала проблема, как сделать её ещё лучше, ведь можно было послать самолёты навстречу врагу, но в условиях плохой видимости или, например, ночью, встреча могла и не состояться. И тогда возникла идея о бортовом самолётном радаре, чтобы, приблизившись к цели, пилоты сами могли получать данные о скорости, высоте и направлении вражеских самолётов. Я напоминаю, что телевидение и кинескопы или телевизионные экраны только-только начали появляться как опытные образцы, и то не у военных. В этой истории много тонких ниточек, без которых не получилась бы та крепкая радарная сеть, которая спасла Британию и о которой немцы не догадывались. В 1937 году команда работала над двумя проектами «Воздух-надводный корабль» и второй проект «Воздушный перехват». Большая часть 1938 года фактически была потрачена на разработку системы «Воздух-надводный корабль». В 1938 году основным инструментальным усовершенствованием бортовой радиолокационной системы стала замена гигантских желудей в передатчике лампами «Вестерн» «Электрик-4304». Они дали прирост пиковой мощности до одного или даже до двух киловатт. В течение 1938 года самолёты «Ансон», которые быстро устаревали, были заменены двумя «Файер-бэтлз». К концу 1938 года стало ясно, что эти две системы вскоре вступят в строй. И важным вопросом стал вопрос обеспечения их электроэнергии. Стандартный генератор RAV в то время представлял собой машину мощностью 500 Вт и напряжением 25 Вольт постоянного тока. Большую часть этой мощности потребляло существующее авиационное оборудование. И, кроме того, радиолокационному оборудованию требовалось такое разнообразие напряжений, что переменный источник питания был необходим. Казалось, что это тупик, и надо было срочно искать хорошее решение. Выходом из ситуации стала установка генератора переменного тока на запасной вал генератора второго двигателя. Это тоже была такая еще история не из простых. Ну, история того, как этот генератор поступил на вооружение, является прекрасным примером довоенной решительности и прагматительности инженерной мысли. К началу 1939 года стало ясно, что дальность действия РЛС воздух-воздух более или менее адекватна. Поэтому наиболее неотложной задачей было добавление информации о направлении по азимуту и углу места. После рассмотрения ряда вариантов было решено указать азимут и высоту на двух экранах. Всего было использовано четыре антенны, две с перекрывающимися диаграммами направленности по азимуту и две по углу места. Данные были представлены на двух ЛТ-трубках, электронно-лучевых трубках. Изображение на этих трубках показывало прямой импульс от передатчика и на дальнем конце отражение от Земли, так называемая рождественская елка. Оператор радара будет наблюдать приближающийся самолет, а механический переключатель отработанной точь использовался для мультиплексирования приемника и передатчика через четыре антенны самолета. После решения Министерства авиации принять БНМ К-7033 и К-7034 в качестве ночного истребителя была начата обширная серия летных испытаний. В июле 1139 года ситуация в Европе достигла апогеи, и Боуэну и его команде пришлось задуматься о массовом производстве бортовых радаров. Компания Виккарс была выбрана подрядчиком по поставке передатчика, но приемник оказался более серьезной проблемой. Я даже сказал самой серьезной проблемой. Невероятно, но у Боуэна и его людей в то время был только один приемник оригинальное шасси Эми на 45 МГц. Наиболее логичным выбором подрядчика очевидно была бы компания Эми, но Боуэн был в некотором роде сдержан и не разговаривал с ними. Вместо этого компания Коссор, которая создавала приемники для системы Холмчейн или домашняя сеть, ей было предложено создать образцы приемников на частоте 45 МГц. И это оказалось полным провалом. Их чувствительность не превышала и десятой части необходимой, а их вес был астрономическим. Приемник быстро становился проблемой, как я уже говорил, и тут на сцену нашей истории выходит Пай Электроникс. Пай Электроникс не так известно за пределами Великобритании, тем не менее Пай был пионером телевидения. И в 1966 году фирма была ведущим в мире экспортером мобильных телефонов. Пай был лидером в области систем посадки по приборам для аэропортов и произвел первый в Великобритании транзисторный радиоприемник. Именно Стэнли, нетрадиционный ирландец, приобрел Пай радио в начале эпохи радиовещания и без особого опыта и денег превратил его самого важного британского производителя электроники и международное предприятие, на котором работало 30 тысяч рабочих в Великобритании и за рубежом. С изобретением телевидения или телевизора, как его называл шотландец Джон Логгебердом в 1922 году Британии суждено было сыграть ведущую роль в развитии этого нового средства массовой информации. Система Берда была механической, а полоса пропускания видеосигнала была достаточно низкой, чтобы обеспечить передачу по радиоканалу. Но, несмотря на многочисленные недостатки и плохое качество изображения, Брерт неустанно продвигал и демонстрировал свою систему. И, наконец, в 1930 году она была запущена в производство. Примерно в то же время ЭМИ Electric and Music Industries разработала более перспективную телевизионную систему на основе электронно-лучевых трубок и электронной сканирующей камеры. А BBC начала с очень ограниченного вещания по системе Берда в 1932 году. В 1936 году они начали первые в мире регулярные телевизионные передачи продолжительностью всего два часа в день из Александра Палас в Лондоне. В течение испытательного периода эти передачи поочередно передавались между системами ЭМИ и Байерд, а устройства должны были иметь возможность принимать обе системы. Но, наконец, в 1937 году BBC остановила свой выбор на превосходной системе ЭМИ на 405 строк. Еще с 1925 года Пай проявил большой интерес к телевидению. В начале 1935 года Пай основал небольшую дочернюю компанию под названием Катодиом для проведения исследований в области электронно-лучевых трубок или ЭЛТ. И вот этот ЭЛТ начала 1630 годов все еще оставался таким малоизвестным исследовательским инструментом для наблюдения за формой сигналов. Сейчас нам это трудно представить, но потребовалось значительное исследование и усилие для решения проблем цвета люминофора, его эффективности и натяжности электрической фокусировки и отклонений. Бродвей из Эмми вспоминал «В то время мы полагали, что ЭЛТ как устройство отображения было лишь временной мерой, мы не очень верили, что это огромная вакуумная оболочка, громоздкая штука прослужит долго». В 1932 году Питер Галдмарк открыл в компании Пай телевизионный отдел, но через 18 месяцев был вынужден уйти, когда ему сказали, что телевидение вероятно никогда не будет полезно для дома. Однако год спустя компании пришлось возобновить разработку телевидения, поскольку они осознали, что это влияет на их продажи радио. Чтобы возглавить команду разработчиков телевидения, Пай нанял Бадена Джона, Эдвардса и Дональда Джексона, которые в то время были инженерами в другой известной компании. Стэнли убедил их, поделившись с ними своей мечтой о телевидении, а также о Пай и их роли в нем. Благодаря сочетанию более дешевых телевизоров и более привлекательных телевизионных программ, продажи телевизоров увеличились. И в 1939 году в общей сложности было продано 19 тысяч телевизоров. телевизоров. Смотрите, 1939 год и в Англии уже продается 19 тысяч телевизоров. Это было больше, чем во всех странах, включая США. Исследовательские усилия Пая принесли свои плоды. И в 1939 году они стали третьим по величине производителем телевизоров после Эми и Эксо. В 1939 году Пай готовился продемонстрировать свою последнюю и лучшую разработку модель 915 на ежегодном радиошоу. До сих пор дальность приема передатчика Александра Палас была ограничена примерно 25 милями. В модели 915 Пай хотел увеличить этот запас хода, включив в него Кембриджа это было уже 50 миль. Чтобы добиться этого Джорджу Эрвардсу пришлось разработать приемник с неслыханной до того времени чувствительностью. Архитектура приемника, которую выбрали Эдвардс и Джексон представляла собой конструкцию с настроенной радиочастотной ТРФ, также известную как прямой приемник. Поскольку станция, передававшая телевизионные сигналы, была всего одна, необходимости настройки приемника не было. Также в компании Philips приемник ТРФ тестировался для телевидения. В технической записке по исследованию Вандер Зиль обсудил возможную архитектуру ТРФ для телевидения. Для своего ТРФ приемника Эдвардсу нужна была лампа радиочастотного усилителя с превосходными высокочастотными характеристиками. Инженеры Эдвардс и Джексон изобрели или по крайней мере записали спецификацию для этой новой лампы и ввели в эксплуатацию еще одну дочернюю компанию, чтобы это сделать. Произвести эту трубку по крайней мере в достаточно больших количествах им не удалось. Поэтому они обсудили проблему с Маллардом и впоследствии Маллард изготовил лампу по индивидуальному заказу в соответствии со спецификациями Эдвардса. И она стала известна как ЕФ-50. Тогда большинство публикаций предполагают, что Маллард не мог производить тогда в больших количествах эту лампу, поэтому именно компания Филлипс в Эдховене подхватила дизайн Эдвардса и начала массовое производство. Первое, что здесь следует объяснить, это то, что ЕФ-50 на самом деле не является изобретением в классическом смысле этого слова. Сама электродная система в трубке достаточно традиционно и уже точно не содержит каких-либо прорывных инноваций. Цельностеклянная оболочка с короткими подводящими проводками в значительной степени привела к улучшению производительности. Ну, у этих трубок были и свои недостатки. Они все были без исключения дорогими в производстве и их трудно было уменьшить в размерах. Примерно в то же время все производители ламп осознали их ограничения. Особенно это выражалось в выселении на высоких частотах. Там были высокие паразитные емкости и индуктивности в проводах. Ряд компаний даже внедрили кожухи для ламп с понизенным содержанием паразитных веществ. например, различные типы металлических трубок как у Телефункин. Они все были без исключения дорогими в производстве и их трудно было уменьшить в размерах. Таким образом, цельностеклянная концепция представляла собой нечто висевшее в воздухе. Тем временем Эдвардс и Джексон усердно работали над подготовкой приемника модели 915 к августовскому радиошоу. Судя по всему, самой сложной ответственной частью был приемник ТРФ с пятью лампами ЭФ-50. Марк Фрэнкленд в своей книге «Радиочеловек» пишет, он этот клапан ЕФ-50 не соответствовал спецификациям Эдвардса. С приближением августовского радиошоу Стэнли посоветовал ему Эдвардсу позвонить лучшим инженерам-электронщикам университета, чтобы они помогли решить проблему, но Эдвардс и Джексон, работая с командой Малларда, придумали собственное механическое решение. Сначала они улучшили характеристики клапана, изменив его основание, но получили еще большую деформацию из-за плохой экранировки внутренней поверхности клапана. Не имея времени отправить клапана обратно в Эндховен для повторной проверки, Джексон изобрел кэпку Джексона, такую небольшую красную металлическую оболочку, надеваемую поверх клапана. Созданный после нескольких часов экспериментов, в необычной последовательности из пяти, именно ЕФ-50 позволил Джексону назвать аппарат 915 величайшим телевизионным ресивером в мире. Теперь вернемся к исходной линии этой истории, радару и роли, которую в нем сыграет ЕФ-50. В то время как Эдвардс и Джексон проектировали телевизор следующего поколения в ПАЕ, примерно в 100 километрах к востоку от Моутси, Боуэн и его команда усердно работали над тем, чтобы привести бортовую радиолокационную систему самолета в рабочее состояние. Он продемонстрировал этот принцип, но как ни странно у него все еще был только один приемник на 45 МГц, который мог соответствовать строгим спецификациям радиолокационной системы. Затем, по счастливой случайности в апреле или мае 1939 года его бывший профессор Эдвард Элптон сообщил Боуэну, что ПАЕ в Кембридже разработал чувствительный ТРФ-приемник на 45 МГц. Боуэн немедленно отправился в Кембридж и обнаружил, что у ПАЕ есть десятки шасси ТРФ, того типа, который они так искали. Очевидно, что разработка шасси велась задолго до этого визита. Радиошоу в зале Олимпия открылось 23 августа. Телевизор модели 915 от ПАЕ был хорошо принят на радиолуме с фотографией и положительным отзывом журнале «Беспроводной мир». В обзоре особо упоминается, что это прямой комплект с пятью ВЧ-каскадами, использующими полосовые интервальные связи. Сочетание, вероятно, одной из лучших радиочастотных ламп того времени с блестящей схемой, разработанной Эдвардсом и Джексоном, сделало его, вероятно, лучшим приемником в стране. Однако, тяжелые события в мире привели к тому, что приемнику предстоит выполнять совершенно иные задачи, чем та, для которой он был предназначен. В пятницу, первого сентября, за день до официального окончания радиошоу, Германия вторглась в Польшу. Несмотря на англо-французский ультиматум, Германия продолжила блицкрик в Польше, а в воскресенье 3 сентября в Великобритании и Франции объявили войну Германии. Эти драматические события полностью нарушили обычный распорядок дня всей британской нации. В нем также указывалось на преждевременное завершение радиошоу, которое было закрыто в пятницу, и отсрочку всех телетрансляций на время войны. Одна из проблем, с которой столкнулся Буэн, один из разработчиков радара, заключалась в том, что, хотя в начале 1939 года все компоненты радара Airborne казались, встали на свои места, у него все еще был только один приемник, который до этого момента ни один поставщик не мог воспроизвести. Но тут совершенно неожиданно его старый профессор выдает золотой совет из воспоминаний самого Буэна. Совершенно случайно в апреле или мае 1939 года я услышал обнадеживающие новости от Эдварда Элптона, моего бывшего профессора в Королевском колледже, и теперь Джексоновского профессора физики в Кембридже. Он рассказал мне, что компания Пай, Пай радио компани, все еще надеялась, что в Британии появится телевизионная индустрия и наладила производственную линию для шасси ТРФ и фактически провела пробный запуск. Я поспешил в Кембридж, чтобы встретиться с Би Джейм Эдвардсом, техническим директором Пай радио, и был вознагражден замечательным зрелищем. У него было множество шасси ТРФ именно того типа, который мы искали. В них использовался новый клапан с восьмеричным основанием, или, как мы говорим, восьмиштриковая лампа, и она еще не появилась на рынке, эта лампа. Так вот, это был клапан ЕФ-50, которому было суждено сыграть почти такую же важную роль в реликансионной войне, как и самому магнетрону. Блог радиоприемного канала этих телевизоров идеально подошел для опытной британской бортовой РЛС. Первые шесть самолетов целеуказателей вооруженных новейшей РЛС заступили на боевое дежурство в течение августа 1939 года. Так, еще до начала войны сугубо гражданская лампа стала важным стратегическим ресурсом. Боуин отвез несколько образцов шасси пая обратно в боутс и быстро убедился, что оно значительно легче, чем их старое шасси, на котором базировался приемник радара. Он также был меньше и легче. Тач и его люди быстро установили перед ним микшер на 200 мегагерц, в то время еще основанный на лампе желуди, но позже замененный на ЕФ-54. И проблема приема была практически решена. А что делает ЕФ-50 особенным, так это то, что это был первый цельностеклянный клапан, который был спроектирован таким образом, чтобы его можно было производить в очень больших объемах при низких затратах. Люди говорили об изобретении ЕФ-50, но термин изобретения здесь использовать не совсем правильно. ЕФ-50 был всего лишь одной из вех в процессе разработки радиоламп, который начался в середине 30-х годов и в конечном итоге завершился миниатюрными радиолампами нового, с которыми знакомы многие специалисты. После изобретения триода производители ламп накаливания стали очевидными кандидатами на внедрение этого нового изобретения в массовое производство. Как и лампа накаливания, радиолампа также требовала вакуумной стеклянной оболочки, нити накала и проводов, запечатанных в стеклянную колбу. Уже к концу 20-х годов были разработаны высокоавтоматизированные производственные линии для производства ламп накаливания, и вполне естественно, что эти машины и технологии были адаптированы для изготовления радиолампы. Все эти ранние радиолампы были основаны на так называемом щипке. Пинч это центральная часть трубки, через которую проходят вводные провода и которые механически поддерживают электродную систему. То есть брали простую пустотелую стеклянную трубочку и пропускали вовнутрь проводочки. Потом вверх раскаленные трубочки сжимали, ну то есть так защипывали как прищепка и тугоплавки и проводочки располагались в определенной последовательности на конце этой трубочки. Потом к центральному проводку приваривали анодный столбик, а к остальным другие компоненты этого клапана. К концу июля 1939 года радиолокационная система была установлена в Бленхенме. Боуэнс облегчением увидел, что она работает так, как ожидалось и ожидает заказа еще на несколько прототипов. То, что произошло дальше, стало шоком для всей команды радар. В начале августа министерство авиации разместило заказ на не менее чем 30 передатчиков должны были сделать и также источников питания метро метро Виккарс и столько же приемников у компании ПАИ. Это оборудование нужно было не только изготовить, но и установить на 30 самолетах эскадрильей за 30 дней, буквально к 1 сентября. К счастью Боуина удалось убедить министерство авиации включить в контракт ПАИ большую часть коммутационного оборудования, источников питания, панелей управления и остальных компонентов, составляющих полную сборку, но многие мелкие детали, тем не менее, все еще оставались нереализованными. Команда Боуина состояла всего из 23 человек и выполнение заказа на 30 радиолокационных систем удалось завершить только с помощью телевизионных инженеров ПАИ. Благодаря тому, что Боуин назвал колоссальными усилиями, к концу месяца в 25-ю эскадрилю были доставлены 6 Блэйнхэймов, оснащенных радарами, а в первую ночь войны буквально был только один оснащенный радаром ночной истребитель Блэйнхэйм для патрулирования неба над Лондоном. То, как инженеры ПАИ мгновенно бросили все, зачастую абсурдные требования Министерства и Ации было характерно для того периода. Именно эта гибкость сделала их предпочтительным поставщиком для военных министерств. По словам Аниты Старек, одной из исследователей ПАИ, важную часть работы ПАИ было превращение фантастических идей во что-то практичное. В течение периода 1939-40-х годов по всей Великобритании был установлен целый набор дополнительных радиолокационных систем, чтобы заполнить пробелы в покрытии первоначальной системы Chain Home цепной дом. Большинство этих систем использовали несущую частоту 200 МГц, которую Боуин также использовал в своем бортовом радаре. Один за другим инженеры и ученые, работавшие над этими системами, обнаруживали полосу ПАИ, работающую на базе ЕФ-50, и часто совершенно независимые друг от друга, поскольку секретность окружающей программы РАДАЛ была настолько строгой, что группы разработчиков часто не были проинформированы о деятельности друг друга. С ростом количества радиолокационных систем увеличился и спрос на лампы ЕФ-50. До этого момента никто, казалось бы, не беспокоился о поставках ЕФ-50. У них был большой запас на сладе в Ньюмаркете. Трубки, естественно, были поставлены Маллардом, и все, должно быть, предполагали, что Маллард вполне способен производить эту новую трубку. И Боуин пишет, нам сказали, что ЕФ-50 произведен компанией Маллард, и нас заверили, что он имеется в наличии, эта трубка, что их достаточно, этих трубок. А в действительности крупномасштабное производство новой стеклянной колбы представляло большие трудности. Так что большая часть трубок ЕФ-50, которой Маллард поставлял Паю, поступала непосредственно из Энтховена, это городок в Нидерландах. Особенно трудным было производство дискообразной стеклянной основы, поскольку для этого требовались новые машины и специальное стекло. В основном с использованием импортных баз из Голландии существовало экспериментальное производство под руководством Кно Парта, руководителя завода по производству клапанов Маллард в Митчиме, и доктора Эвэс Пратта, руководителя лаборатории разработок и качества Маллард. Когда в Великобритании разразилась война, были усилены мощности по налаживанию полноценного крупномасштабного производства, чтобы сделать заводы Митчиме и Блэкборне независимыми от Эндховена. Командующий Стэнли был первым, кто увидел, что для работы радаров потребуется гораздо больше клапанов, чем имеется в его запасниках. Хотя точная цепочка событий не зафиксирована, Маллард в какой-то момент должно быть признал, что у них были трудности с производством ЕФ-50. Потрясенные главные участники проекта поняли, что в производстве одного из ключевых компонентов их драгоценных радиолокационных систем они зависели от ламп, импортированных из Голландии, которая сама находилась под угрозой вторжения со стороны Германии. Сам командующий обратился в Филлипс и узнал, что в Энтховене имеется значительный запас ЕФ-50. Узнав об этом, командир по словам Фуллера превратился в демона. Он отчаянно пытался убедить правительство, что они должны как можно скорее послать корабль, чтобы забрать все запасы ЕФ-50. Они не слушали, а если и слушали, то, похоже, не могли найти корабль, но командир не останавливался. Он звонил и звонил и приставал ко всем, кого мог придумать, а затем начал рассылать людям в министерствах письма и телеграммы. В конце концов, он сказал какому-то генералу, что если они не заберут клапаны немедленно, он лично пошлет в Харвич два грузовика, наймет лодку и сам поедет собирать клапаны. До этого не дошло. Кто-то в министерстве, скорее всего, сам Отсен Отт, должно быть, осознал серьезность с ситуацией, поскольку следующее, что мы знаем, это то, что Тео Тромп получил указание в феврале или марте 1940 года отправиться в Англию и Теодор Филиберт Тромп в тот момент был главой отдела разработки и производства Ламп Филлипс, а также зарубежного отдела Радио Велф. В организации Филлипс он был важным человеком, а не просто кем-то, кому кто-то мог поручить, куда-то пойти. Кроме того, Британия к тому моменту уже полгода находилась в состоянии войны с Германией и выходцам из Голландии было очень трудно попасть в Англию. То, что Тромп конкретно пишет, вот он пишет, «Мне было поручено поехать в Англию», следовательно, подразумевается, что этот приказ исходил откуда-то от очень высоко человека в этой организации. Вполне вероятно, что либо британское правительство связалось с Антоном Филлипсом напрямую, либо оно обратилось с просьбой о контакте со старшим менеджером, ответственным за производство Ламп Филлипс через правительство Нидерландов. В любом случае, как только официальные документы будут оформлены, Тромп едет в Лондон. Тромп вспоминает о том, что британское правительство очень стремилось наладить крупномасштабное производство F-50, а также ЕЛ-50 в Англии и просила, если возможно, снабдить Мулларда всем производственным оборудованием и специальными инструментами для этих клапанов, а также очень большое количество полноценных комплектов и компонентов для ЕФ-50. Это позволит Муллард начать свое собственное массовое производство. Тромп, очевидно, был в неведе относительно цели использования ЕФ-50, однако для Тромпа должно было быть ясно, что если британцы примут столько усилий, чтобы обеспечить гарантированные поставки ЕФ-50, это должно было иметь жизненно важное значение. Как только Тромп вернулся в Эйнховен, он поручает пилотному заводу на Эммассингеле изготовить как можно больше трубных оснований ЕФ-50 и самих ламп ЕФ-50, а также как можно быстрее изготовить дублирующие машины, в которые позволят Мулларду изготовить критически важные компоненты радиоламп, когда их отрежут от Эйнховена. Техники и инструментальные мастерские на заводе в Эммассингеле работают день и ночь, чтобы выполнить просьбу Тромпа. И, наконец, вечером 9 мая грузовик был загружен наспех собранными машинами, также там было не менее 25 тысяч комплектных ЕФ-50 и 250 тысяч трубных оснований. Всем было ясно, что немцы могут вторгнуться в Голландию в любой момент, но никто, загружавший тот вечер грузовик, не мог предположить, что несколько часов спустя, около пяти часов следующего утра, немцы действительно пересекут границу с Голландией. Не подозревая о предстоящих событиях, водитель направился в Флессинген, откуда драгоценный груз должен был быть перевезен в Великобританию на одном из кораблей пароходной компании «Зеланд». После того, как 1 сентября 1939 года официально началась война в Англии, служба в Харвиче стала затруднительной, а с 25 ноября обслуживания не было вообще, оно было приостановлено и все корабли поставлены на мель, поэтому отгрузка машин и компонентов должна была быть тщательно спланирована. Скорее всего, важную роль здесь сыграл сам Тромб, помимо работы в «Филлипс», Тромб также был представительным комиссаром в «Зе-Эс-Эм». Это компания в этой «Зеланд». К моменту перехода немцами границы, машины и комплектующие по всей вероятности уже были погружены на один из кораблей, а когда до побережья дошли вести о событиях на голландско-германской границе, все три корабля компании «Зеланд» были спешно готовы к отъезду в Англию. В море все три корабля были атакованы немецкими самолетами бомбардировщиками. А принцы Юлиана получили настолько серьезные повреждения, что пришлось вернуться в Хук-Ван-Холланг. Совершенно новые однотипные корабли Кюнинген-Эмма и принца Беатрикс тоже подверглись атаке, но благополучно достигли Даунса. На каком из этих двух кораблей находились трубки, к сожалению, неизвестно. Корабли достигли Лондона 15 мая 1940 года, где были переоборудованы для военной службы. Главной офис ЗСМ во Флиссингене настолько сильно пострадал во время немецких атак, что после войны обслуживание было возоблено из Хукван-Холланда, а Филипс очень тщательно подготовились к надвигающейся войне. Они приняли целый ряд тщательно продуманных мер для защиты своих товаров и производственных мощностей по всему миру в случае вторжения в Голландию. Подробный план эвакуации был приведен в действие в тот момент, когда на вершину Филипса дошло известие о начале войны. Жизненно важные машины и оборудование были погружены на грузовики и в первый день войны из Эндховена выехала длинная вереница грузовиков и автомобилей. Лишь части этого кортежа удалось добраться до берега. Большая часть застряла на мостах через крупные реки, находившиеся в руках немецких десантников и в конце концов вернулась в Эндховен. Большинство членов семьи Филипс, включая Антона Филипса и почти весь совет директоров достигли Ден Гага. Вечером 13 мая они были эвакуированы вместе с голландским правительством из Хукван Холланда британским эсминцем ХМС Винстер. После того, как ранее в тот же день королевская семья была эвакуирована и на следующий день Роттердам был буквально сметен немецкими барбардировщиками, после чего Голландия капитулировала. Незадолго до эвакуации семьи Филипс в Великобританию Антону Филипсу при очень тяжелых обстоятельствах был доставлен небольшой деревянный ящик. В коробке находились технические алмазы, которые предназначались для завода Малларда в Блэкберне. И они использовались в штампах для волочения проволоки. Это было последнее, что материнская компания в Энховене смогла сделать для своей дочери Маллард. И с этого момента они будут одни. Это очень краткий пересказ истории. И в действительности были и другие радиолампы, и модификации самого Пентода EF-50. Но я боялся вас утомить и подозреваю, что многие не заслушали даже до этого момента. А уж кто сейчас меня слушает, то специально для них я отдаю ссылку на оригинал той статьи, которую я использовал. А в ней вы найдете еще много полезной информации и о самой компании Philips, и истории радиоламп, и о людях из этой истории. А я прощаюсь и напоминаю, что это был подкаст, который называется «За шкалой». И радиобухта свободных волн. Хотелось бы, как и раньше, встречаться с вами в радиоэфире, но пока до новых встреч на страницах нашего подкаста. Субтитры создавал DimaTorzok